Жители болеют астрофобией, три семьи, которые боятся пространства. Уже в СБУ писали, наливатели в лифте были, здесь в опорном были, Игорь Владимирович знает, в горосполком писали, потом откаплено по горячей линии сделали депутатский запрос, ответ прошел. Сейчас в понедельник еще делаем запрос. Откаплено не пришел, от ЖДНК пришел. А что ЖДНК, пообещал что-то? Нет. У нас, смотрите, какая ситуация сложилась. У нас, значит, дом наш сдан в 2002 году. С 2005 года у нас вот это вот такое безобразие с лифтами. Грузовой лифт у нас не работает. Ну, с 2005 по 2007 он у нас так, с перебоями, ну, кое-как еще. Потом поломался, значит, двигатель. И все, лифтам пришел конец обеим. У нас стал ломаться этот пассажирский лифт без конца. У нас, значит, ломается тот без конца. Нам сказали, сгорел двигатель. Его отключили. До 2007 года он у нас стоял отключен. В 2007 году, якобы, якобы, сделали перемотку двигателю. Он у нас опять не работал, этот лифт. До 2009 года мы звонили, мы писали, куда только можно. Куда только можно. Нам обещали, что нам его поремонтируют, что нам его сделают. Сделали перемотку, опять, якобы, ну, двигатель забирали, да. Потому что мы это все контролируем. Вот, в 2009 году мы обратились, обращались, ездили в Ремлифт. Мы обращались, телефон горячей линии, мы звонили в Киев, я лично звонила. Значит, пришел какой ответ. В 2009 году у нас лифт не работал. Интересно, какая у нас получилась ситуация. Пришел ответ. 04.09.2009 года. 04.09. Признали ответ. Значит, на Ваше, шановна Олена Миколаевна, на Ваше звернення на урядову гарячую лінію стосовно роботи вантажного и пасажирских ліфтів в житловом будинку Огнівська-8 поведомляю наступное. З метою экономии коштей мешканців будинку вантажный ліфт, коштей мешканців будинку, было отключено. И оплата послуг не проводится. Комунальным предприятиям Ремлифт в разе потреби на прохание мешканців будинку ліфт включается. Таку відповідь вони дали. КПРМ ліфт проведено позаплановый технічный огляд позажирского ліфта. Виявлені несправності усунено. Це 04.09.2009. Ви нам дали таку відповідь. 30.09.2009 года, опять, шановна Олена Миколаевна, на ваше звернення на урядову гарячу лінію поведомляємо, що за інформацією наданої комунальним підприємством Ремлифт, пасажирский ліфт в житловом будинку номер 8 працює. Вантажный ліфт включено так, як потребує ремонту електродвигу на головного приводу. Це як понять? Тут вони нам пишут, що вони нам його включають. Через 15 дней вони вже дали відповідь. Це ж ми після той відповіді опять позвонили на урядову гарячу лінію. Вони нам дали таку відповідь. Тобто, кто-то врет? Ну, так, врутані всі. Це ось заступник Герасименко. Тоді був начальник у них, по-моєму, Колесник. Тепер ось, значить, 26-го, 10-го, теж звернення, 10-го, того ж самого 9-го года. Тоже ось звернення по поводу ліфтів. Опять вони написали, що вони там будуть ремонтувати. Також ми зверталися до нашого депутата, ми зверталися, міської ради, до Ісаєва в 11-му році. Тоже хочу йому передати большой привет. Прийшов, на розказував, ми повірили, ми проголосували за нього, ми до нього ось письмове звернення. І досі в 11-му році, зараз у нас 15-й рік, і досі ніякої не відповіді, ніякого нічого. І взагалі нічого не зробить для нашого мікрорайону. І отака у нас проблема. Це дійсвітельно проблема 16-ть етажей. Тепер... Полдома пожилих людей. Звісно. Полдома. Полдома. Я живу на 15-му повіху, у мене двоє онуків. Онучки 9 місяців. А ну-ка, занеси її на 15-й, 15-й. Якщо він здачу принесет, йому лет 60-ть, йому піднят мешок картошки на 15-й, на 16-й етаж. Ну, до жінки... Ну, до жінки... Звісно. Двігателі було хороше, я знаю, хоча тут мало живу, 2 роки. Двігателі забрали, опиханули сюди на другой старий грузово. Скажіть, а у дому є задовженість на ремліфт? Плати стабільно? Ми виплатимо, але я не знаю по поводу задовженості. За всіх я відповідь не можу. Тут в основному живуть офіцери, работники СБУ, дом порядочний, все тут воспитанні люди, офіцери, военні і роботники органів. Уже весь год лично я відповідав письмо, що три жителі в цьому будині боліють пастрофобії. Якщо не даймо, що-то збудеться в ліфті, хто буде відповідати? Це ж тюрма буде, правильно ж? Да. Ось вони огнем шутять, просто-напросто. Так вони врут. Діло в тому, що 17-го числа, вот, 17-го числа ми їздили, я їздила, ще два чоловіка, ми поїхали к Хмельницькому на прийом. В ремліфт. Ми їм объяснили ситуацію. Так і так. Так, вот такая вот у нас ситуація. Этот не работает грузовой. Вообще, пассажирський лифт тоже. С пятницы мы ходимо пішком, с пятницы. Он мені сказав, лично мені он сказав, такого не може бути. У вас лифт стоїть только сьогодні. Вчера і позавчера он работав. Ну, как це так? Я кажу, послушайте, ну я ж живу в этом домі. Он мені відповідав, нет, мій мастер отчитався мене, що лифт работает. Я кажу, ну, мастер, якщо його включив і лифт піхал, це не значить, що він работает. Він вам позвонив, через 10 минут, сам і більше, він работав 40 минут. Ну, і це в тому суча, якщо в нього ніхто не садиться. Сам він може поїздити 40 минут. Заходиш в лифт, дверь открылась, він не везет, дверь закрылась. Якщо там хто в лифте, естественно, люди, особливо, не дай Бог, дети. Діти кричат, тому що страшно. Он постоял, через минуту-полторы дверь открылась, выпустила человека, спасибо. Вниз він піхал пустой. Два телефона, номер госполкома, я даже в МЧС звоню в 12-й ночі, вже обману, що там, що-то говорить, проводка. Тільки тоді вони звонять туди, вони, негодяи, бессовестні, приходять. Нашов номер телефона дежурного госполкома, 1580. Тільки треба звати з городського, а з мобильного вони не беруть. Коли їм звонять, ці бессовестні жінки, хамять, грубять, ждіть. Бувало, три дня ждали. Едут, три дня їдут. На 1580 вам хаміли, да? Нет, на 1580. Це рим-лифт, це рим-лифт. Бабушки цих коммунистських закалкувать, вони грубять, хамять і обмануть. Уже едут, вже виехали. І так може три дня їхати. В пятніці, якщо у нас ліфт ломається в пятніці, В пятніці, субботу, воскресенье к нам вообще ніхто не приїжджає. Це зараз, перед виборами, приїжджають, на выходні, приїжджають, кое-что зроблять. А до цього, це буквально два місяці приїжджають, ніхто вообще не приїжджає. Ми навчали зводить, вони щас кожз день посылаю. Але на полчаса, лише б відмазаться. Галочку зробили себе і все. Понятно. Ответили, то же саме, то же саме, они ответили от ЖДНКУ. Ані далі такий самий ответ. На депутатські звернення від такого, то повідомляю, що 16-поверховий житловий будинок за адресою Огнівська, 8, обладнаний двома ліфтами. У разі виходу з ладу одного з них завжди працює інший. Обидва ліфти одночасно не експлуатуються, так як згідно рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від такого, то номер 50, вартість обслуговування одного ліфта складає таку-то суму. Ну, в общем, то опять же вони пишуть, що ліфт працює. Александр, причина, скажіть, в чому причина? Какі надо детали купити? Детали, це релюшки. Обичні релюшки, вони стоять 180 гривень. І тут треба купити 30 гривень. Говорю, давайте, мы соберем денег, так ми не маємо права с вас денег брать. Ну, хорошо, так купити рви. Ви купити, дайте нам расчетний счет. Ну, 180 гривень одно релюшки, 30 штук. Половину дали бы мы, собрали бы, половину дайте вы. 30 штук, то 30 релюшки поменять. 180 на релюшку стоять. Все на все, все. И пока все не поменяют реле, вот эти релюшки, вот такая беда будет. А их надо по-любому поменять. Вот они проблему создали. 30 реле по 180 гривень. Теперь будем выможтены. Что вы хотели сказати? Мало того, что нашли крайний второй этаж. Вот из-за того, что лифт не работает, отключили вообще второму этажу. Мы все время платим за лифт, непонятно за что. У нас всегда отключать. Звонила соседка в кабинет министров на горячую линию. Приехали, подключили. Все, и опять второй этаж виноват. Значит, из-за второго этажа не сломается. Нам опять отключили. У меня твое внуков чуть не убило вообще. У нас переходы, пока переедешь с этими колясками. Ребенок повалил свою коляску. Невозможно. Мы бывало, что обращались в СГУ, они звонили им. А тут левтер приходил нашему, говорил вахтерше, что вот как и ваши жалуются в органы, мы вам доходим, что вы будете каждый день нас ломаться будет. И такое было. Мы написали письмо. Помните, я вас, Василий, просил, чтобы подписи были. Это же сейчас ставил Женя, отдал Живу. Что тут есть жизнь, которая астрофобией болеет. Это же опасная вещь. Это же опасная вещь. Собачки сажут. Лифт открывается, и кто-то приступил ее. Если он на 15 этажах сажет, ему надо три раза в день выгуливать собаку. Как ему собаку с 15 этажа спускаться и подниматься? Сейчас он работает, лифт. Один работает. Мы попробовали доказать уважаемому хмельницкому начальнику, что все-таки лифт у нас не работает. Он нам что пообещал? Он сказал, пассажирский лифт мы постараемся сделать. С понедельника я бросаю все силы туда. Ну, вроде бы в пятницу тоже сюда приходили. А грузовым лифтом мы будем заниматься только после Нового года. А я вам скажу, что будет после Нового года. Возможно, такое будет. Поменяется руководство, и будет у нас то же самое. То же самое у нас будет. После выборов будет, как говорится, новая метла по-новому мести. Поменяется руководство в ремлифте, так как это все время делалось. И у нас будет то же самое. А все это у нас длится с 2007 года. Конечно, пассажирский лифт у нас будет ломаться, потому что его используют как грузовой лифт. А ну-ка, 16 этажей. Мешок цемента даже тот самый поднести. А если привезли еще что-то, чем не надо заплатить, кто его будет нести, извините, по этажам? Конечно, мы его сами не ломаем, потому что у нас другого выхода просто нет. На этих лезем обсарабать, поломать? У нас два коридора. В одном коридоре у нас находятся квартиры, в другом коридоре у нас находится лестница. Чтобы дойти до лестницы с квартир, нам нужно пройти два коридорчика. В одном коридорчике три двери. Балкон. Еще то же самое. Человек с коляской, человек пожилой, человек плохо видит. Вот это вот темно. А дети? А дети? Сейчас вам это продемонстрируем. Идут дети со школы, дети идут балуются. Тот-то вот толкнул, тот-то вот... Ну, не дай бог, где-то кто-то когда-то вот так вот высказал. Давайте сделаем проще. Сегодня у нас 19-е число. Сейчас у нас 16 часов, я вижу, на часах 10. Значит, сделаем так. Как только вы увидите, что у вас с лифтом проблемы, вы наберете мне. Я в течение какого-то промежутка времени появляюсь здесь, то есть снимаю, чтобы по времени, чтобы нас с вами не обвинили во лжи. Я не говорю, что я мгновенно появлюсь. Через какое-то промежуток. Сейчас мы увидим, что он работает. Обязательно. Пойдем, Александр, подкажем. Да, и чтобы мы с вами правду показывали, чтобы действовали, по крайней мере, без лжи. Вот это, посмотрите, переход этот, который я говорю. Человек идет с коляской. Ему нужно зайти сюда, в коляску завести туда, закрыть дверь, потом войти туда. Ну, немножко, смотрите, аккуратно. И вот это по ступенькам, по ступенькам нужно подниматься. Здесь темно, потому что сверху у нас не освещается. Нет лампочки, нет лампочки. А на этажах у нас еще больше там. А у вас здесь СББ или ЖЭК? Нет, ЖЭК. ЖЭК, да. Ни одного освещения нету. Когда ночью лифт не работает, телефон включаешься, вот так поднимаешься. С ребенком, с коляской. Может быть, такое, что коляску, даже места не бывает, оставить коляску. Может, много детей маленьких. И дома этот переход не навязали. Здесь была стенка, нужно было по улице идти. Вот здесь у нас. Парюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Прошлось телевидение пригласить. Нормально, сейчас с ней покажем. Ну, хорошо. Надо жаловаться и пока. Не по ласке. Вот это у нас пассажирские. Вот такие вот щели. Это еще, ой, да. Были вот такие щели. Продолжение следует...